И вот когда она сказала, что канал Бопёр это, знаете как, ой, я сейчас помню, где-то такое звучало. А, Ольга, вспомните, мы фильм смотрели, когда это Баба-Яга хотела это, под простоквашку, Ивашку съесть. А Ивашка-то этот парень в очках, вроде меня, вот. А потом говорю, а вот этот самый, ой, сейчас кот Баюн, он тебе покажет. Вот, потом как это было? Змея Горыныч, он тебе покажет. И вот те, которые эти самые, феи, вот они, вот, на самом деле клоуны. Вы знаете, что сейчас идёт? Как ещё назвать Сека? Может, вот это же, это я просто из этой серии, речь беру шире, канал Баба-Яга. Вы понимаете, что это на глазах всей страны, ёлку-то, это всей страны, это федеральный канал. Она сама сказала, да у неё столько просмотров, да это ж, это сама это, Ольга Исакова. Ребята, это учёба. Как мне молчать? Смотрите, смотрите внимательно. Борьба с вредителями. Делаем круг из опилок. Поливаем раствором карбофоса, чтобы они были сырыми. Так нет. И ствол липкой ленты. А перед этим ещё чекает, дрянь, тут не сказано. И ещё была эта, я не все фотографии показываю, а эта, что-то густое, оно как смола, как клей. Ну, чтобы лето лучше держало. Вот прошло года два, да, я про них рассказывал. Не зря же, даже она знает, вроде железо не знает, не смотрит, а говорит, а что же вы это, оскорбляете этих самых. Это она оскорбляет телеканал Бабер. А как не оскорблять, когда они всем каналам всю страну учат, это дерево вообще не способно жить. Ведь понимаете, что он творит? Вообще оно сгниёт не 90%. 90% это значит, что 10% одно сохранится. 100% 10 из 10, 3 из 3, 100 из 100. Вот так вот все погибнут обязательно. Это на всю страну. И что? Они вам покажут. А, Ольга? Я Платонову настучу. А, О, что? Нам покажут, вы их оскорбляете. Да, я говорю, что вы здесь дурью маетесь. Можно ли считать слова дурью маетесь оскорблением? А, феи? Ну, как это можно на глазах всей страны уничтожать деревья стопроцентные? Ну, давайте Платонова. Ну, давайте Ганчикина. Покажите мне. У меня был случай, когда такой был скандал с одним товарищем. Он сказал, когда я его разоблачил с этими же дебилями советами, он сказал, я на вас суд подам. А я публиковал переписку, оказывается, я не был права публиковать. Я думал, что это же публичная, ну, как сказать, история публичная. Речь-то идёт о мировоззрении. Человек говорит так. Я говорю, надо наоборот. Он так, я наоборот. А я на вас суд подам. Я говорю, ура, скорее. Мне суд нужен. Мне нужны журналисты вроде Ребрика. Не обязательно всё такие. Там будут и нанятые, и как их называть, купленные журналисты. Вот. По принципу, кто больше заплатит. Это сейчас на ходу. Мне нужна трибуна. Хотя бы трибуна в этом суде народном. Хотя бы такой, раз мне не дают трибуну. Я бы всё это привозил в Москву. Меня же, блядь, всё, поехали. Я опять на мат перехожу. Вот она. Ну, Ольга Платонова, ну-ка, покажи мне. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Правильно держите секатор. Сделать страшную рану. А потом зачем её замазывать? Крупная рана замажьте масляной краской. А не проще её не делать, эту рану? Она дерево спросила. А, Ольга Платонова, как хочется, чтобы вы мне отреагировали как-то. Я тут по-другому. Пока не появилась книга, я думал другому. Сейчас объясню. Вот, кстати, вы говорите, всё, Россия на холму и садит. А сейчас? Она слова такого не знает. И вот эта вот побелка, это покраска. Это не побелка. Вы забыли, что такое гашёная известь? Суперфосфат, калий. Вы понимаете, что вы работаете на этих торгашей, убивая деревья? Чем больше купят, тем больше убьют деревья. Нет? И вот сейчас, смотрите, полтора часа осталось. Так. Вот это я сегодня не буду. Я столько про этого проходился. Я просто закончу с этой. Каким образом закончу? Вот. Дело в том, что, понимаете, вот крупные раны замажьте, глины. Ой, прошу прощения. Алло, прошу меня простить, осталось до конца вебинара полтора часа. Так. Так вот. Сейчас. Ох, как она меня перебила. Как она меня перебила. Это называется энциклопедия. Вы понимаете, набор подлинных советов. Вот этих же. Покраска. Заметьте, не побелка, а покраска. Вот. Делать никому не нужна рана, а? Ольга, это самое. Вы понимаете? И вот сейчас получается, получается, что выпустив такие вещи, да, вот. А я-то ещё до них ещё не было этого. У меня была ещё надежда, как-то это всё остановить. Как я представлял. Вот видите это милое лицо, да? Всё говорит. Берут в эти ведущие. Да, она не садовод. Она её всё сказали, то и делает. Ну, чисто механически. Я помню, как она выдавила из себя, какие ветки лишние. Ну, и просто взяла, и видно, что зубрела, даже не вдумываясь. Всё зубрёшь, как. Дело не в этом. Пока она не выпустила эту подлинную книгу, подлинную, ещё раз говорю, пусть суд подаёт. Вот. Я ещё надеялся так. Смотрите, как я надеялся. Что? А у меня таких фотографий Добрая Сотня с дебильными советами. Они у меня отдельно. Я говорю, о, Ольга Исаакова, вы же как сказали? Они вам покажут. Я всю эту красоту, я уже показывал. И Бутина высылал, и журналистам не высылал. Уже чуть ли не стучу, что. Остановите их, остановите. Конечно, всем всё равно. Конечно, никого это не волнует. А до этого я присылал такую картину. Вот она берёт и скалечила дерево, да? Вот психота. Перед ней, как она, перед ней съёмочная. Там, оказывается, полно народу. Столько людей кормится от этих самых дебильных советов. Вот таких вот. Столько народу кормится. Ужас. Они унистижают, а их обслуживает куча народу. И я представлял так. Заканчивается съёмка. А там есть фотографии, где она режет, 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 режет. От самого низу штук сорок веток отрезает. Они якобы лишние. А, Ольга Платон, эти. Уже не Платон, но Исаков. А это ваша заслуга. Она-то ничего не понимает. А вы-то должны понимать. И вот я представил такую картину. Закончилась съёмка. Разошлись все, разъехались. Она подходит дерево из колечного. Садится или встанет рядом. Обнимает его, как этот самый, Есенин, Берёзку. И плачет, и говорит. Прости ты меня, родной, искалеченная. Я не хотела, но у меня выхода нет. У нас сейчас так. Или калечишь, или не заработаешь ни гроша. А я не хочу стоять на паперте с протянутой рукой. И не хочу проститутки со своей смогли вооружиться. Я вынуждена, я вынуждена калечить. Прости меня, дерево. Ну, поплакать. Ну, понимаешь? Ну, прости. Я понимаю, что это страшный грех. Нет. После этого появляется вот это. Не было никаких слез, не было внимания. Не было раскаяния. Только для того, чтобы продавали, продавали флаконы и прочее, 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 прочее. Вот. И теперь мы на этом остановимся. Я так решу, что я, во-первых, много порох ожог. А утрех 20 минут осталось. Вот. Ольга Исаакова, я вам отдельный фильм посвящу. Хорошо? А сейчас, друзья, побоим немного моим садом. Назовем это. Весь из полей. Мне займет пару минут, чтобы сделать эту. Чтобы ставить флешку. Вот. Я и так надоел. Я непрерывно говорил больше, чем полтора часа. Так что вздохните свободно. Я надеюсь, не всех. Я смотрел. Там мне... Спасибо. Это просьба Антона Сафронова. Присылать такие эти. Там времена разложены по времени. Там получается, что максимальное количество, может быть, 70 человек, а не 30 там было. Но одни зашли, вышли. Зашли другие, вышли. Зашли третьи, вышли. Получается, народу вроде больше. Но целиком три часа желающих смотреть не так много. Вот. Не так много. А в среднем смотрят по 40 минут. И теперь, я когда вот эти шесть фильмов посвятил Ольге, вот этой вот, да? Уже шесть фильмов. Бедная, как она там возмущалась. Да она не хотела оскорблять. Но оскорбила. Но извиняться не буду. Вот что особенно. Я так имею право. Ну и имеешь право, вот будет седьмая серия. Вот она. Имею право. А, будет восьмая. А седьмая будет это то, что выделит этот самый... Ваш друг. Как-то ваш проклятый друг. Мой брат. Которого вы не пощадили. Семь лет исполнилось. Ему написать. Семь лет прожил, ума не нажил. Один из умнейших людей, которых я знаю. Вот. Я говорю, что у меня такой брат. Для вас вот так. Семь лет прожил. Я говорю. Семь лет прожил.